Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, торговую сессию понедельника мы начинаем с очень хорошим настроением. Я рассчитываю на то, что вы на финансовые рынки вернулись, друзья, после выходных с хорошим настроением, но сейчас у нас тренды развиваются именно в том формате, в котором нам необходимо. Мы следим за динамикой тотального ослабления курса американского доллара и роста всего, что имеет отношение к риску. Эти тенденции, в принципе, очень сильно взаимосвязаны между собой. Торговая сессия пятницы – это ожидание отчета ключевого индикатора американского рынка трудов, но фармперлса. Все мы знаем эту статистику, годами за ней следим. Какое-то время назад поставили крест на ней, поскольку пришли к выводу, что он фармперлс уже не те. Но сейчас все возвращается на круги своя, потому что сейчас каждый важный, более-менее значимый макроэкономический отчет из США – это еще один индикатор подтверждения либо опровержения того, что американская экономика восстанавливается. И вы знаете, какая интересная ситуация сложилась для американской экономики в плане статистики, что выходят хорошие данные по Штатам. Мы их интерпретируем как подтверждение того, что экономика США цветет и пахнет, и, в принципе, тянет за собой всю мировую экономику. В этой связи, друзья, мы делаем большой акцент на то, что зачем при таком окружении работать с защитными инструментами, зачем покупать доллары. Ведь когда растет американская экономика, нужно все средства, которые есть, имеются, нести в американский фондовый рынок. И он действительно каждую торговую сессию обновляет исторический максимум. Эта логика понятна. Другая точка зрения, что публикация слабых данных по американской экономике – это причина, разумеется, исходя из классических теорий реакции активов на статистику, что чем хуже данные, тем, соответственно, выше вероятность ослабления курса национальной валюты. Но здесь тоже не совсем так, друзья. В принципе, эта логика работает. Но в данном случае по штатам немножко иная картина. Чем хуже выходят макроэкономические данные, тем выше вероятность того, что ФРС продолжит удерживать мягкую экономическую политику. Ставки, программы количественного смягчения – все это вы прекрасно знаете, потому что я говорю об этом также годами. И, в принципе, оглядываясь на пятничные релизы по американской экономике, по рынку труда, я считаю, что плохая статистика, она оказалась даже еще более располагающей к тому, чтобы держать короткую позицию по доллару, нежели чем хорошие данные. Потому что сейчас, я надеюсь, друзья, все, кто из вас ранее сомневался, пришли к выводу, убедились в том, что американский регулятор не может позволить себе отказаться от бешеных экономических стимулов и беспрецедентного стимулирования. Поэтому, наверное, не имеет смысла сейчас конкретно говорить про статистику. Вы все умеете пользоваться экономическим календарем. Можете открыть пятничную сессию, посмотреть прирост новых рабочих мест, уровень безработицы. Но единственное, что отмечу, это рост заработных плат до 0,3%, в то время как прогноз предполагал снижение на 0,4%. Это тоже очень хороший подсигнал того, что в целом экономика растет. И вкупе с реализацией отложенного спроса, который мы ожидаем, когда окончательно мы позволим себе сказать, что ковид в Штатах отступил, это приведет, конечно же, к своим плодам и обеспечит очень хороший рост американской экономики и еще больше рост американского фондового рынка. В сухом остатке у нас получается слабые данные по Штатам, которые поддержали идею важности сохранения мягкой экономической политики. Буквально за день до выхода данных по Non-Farm Perils у нас была группа чиновников РС Каплан, Мейстер, Розенгрен, Эванс, которые, в принципе, все как один подтвердили важность удержания ставки на низких значениях. И причем удержание в течение значительного периода времени, нескольких лет на перспективу. Очень важный комментарий президента США Байдена после выхода данных, слабых данных по Non-Farm Perils. Помните, ранее на финансовых рынках ходила новость о том, что для того, чтобы не допустить перегрева американской экономики ФРС, должен будет раньше повысить процентную ставку. Но вот Байден очень хорошо подвел к этим рискам свой комментарий о том, что выход слабых данных или не таких сильных, как прогнозировали эксперты по рынку труда, указывает на то, что экономическое восстановление идет нормальными, не супербыстрыми, нормальными темпами и свидетельствует о том, что экономика не перегревается. Друзья, в итоге индекс доллара улетел вниз, мы ждем еще в ближайшие дни поддержку от снижения доходности американских трежерис и, соответственно, будем ловить уже индекс доллара ниже 90 пунктов. И цели, как вы наверняка помните, находятся на многолетних минимумах. Я топлю давно за идею слабого доллара, сейчас очень хорошо на этом тренде зарабатываю, надеюсь, как и вы. Золото 1833 тоже здесь легко прогнозируемая восходящая динамика. Я вас предупреждал, друзья, не обращайте внимания на локальную коррекцию. Ставьте на рост золота из-за рисков инфляции, из-за слабого доллара. И еще смотрите на индикаторы рыночных настроений, которые в рамках нашей компании сейчас по-прежнему указывают на то, что большинство трейдеров все-таки считают, что золото будет расти. Золото пойдет по пути наименьшего сопротивления, в данном случае вверх и ближайшая цель 1833. Нефть, мы на пороге 69 долларов за баррель. Цель 70 никуда не девается. Я не хочу даже сегодня останавливаться именно на перспективах нефти, потому что много раз вам рассказывал, почему нефть нужно покупать. Вижу сейчас два риска, которые, может быть, заставят меня пересмотреть свою точку зрения. Это еще более серьезное ухудшение ситуации с ковидом в Индии. Хотя даже при самом негативном развитии событий спрос просядет на миллион. Может быть, чуть больше. Причем Европа, США и Китай компенсируют рост потребления нефти. Это потенциальное снижение. Еще сделка Вашингтона и Тегерана. Ядерная сделка, которая в конце концов позволит снять санкции с Ирана и вернуть на рынок их серьезные экспортные поставки. Но эта сделка только обсуждается. И мне кажется, что Вашингтон не позволит вот так вот просто Ирану оказаться на мировом рынке углеводородов. Поэтому риски гипотетические. Мы о них говорим как фон, который присутствует. Но все-таки по факту у нас сейчас бешеное потребление в США. Спрос, кстати, на прошлой неделе на топливо вырос до 8,95 миллионов баррелей в сутки. То есть всего лишь на 2% ниже, чем мы наблюдали до пандемии. А сезон только начинается. Месяц-другой мы выйдем на показатели спроса, которые видели в 2019 году. И в целом будем говорить о том, что спрос на углеводороды практически оправился уже окончательно от того спада, который был зафиксирован в 2020 году. 70% ближайшая цель. Евро против доллара 1,2154. Тоже прекрасная сделка у нас получилась, друзья. Цели 1,23 и даже 1,25, они впереди. Промышленное производство в Германии плюс 2,5%. Серьезный прирост. Локомотив ведущей экономики валютного блока, точнее всего валютного блока на рельсах растет. Экспорт плюс 1,2%. Кстати, 13 месяц подряд, по-моему, экспорт растет. Это также доказывает, что экономическая активность в Германии, да и в целом, как и по всей еврозоне, постепенно восстанавливается. Сейчас еще и с началом снятия карантинных ограничений во Франции, Германии, Италии. Вообще складывается очень неплохая картина, благодаря которой мы евро покупаем. Фунт против доллара мы достигли цели, друзья. 1,40. Я благополучно закрыл сделку. Выбор в Шотландии. Пересмотр прогноза экономического роста до 7,25%. В целом хорошая статистика и очередной раунд, этап снятия карантинных ограничений 17 мая, по-моему. Все это располагает к тому, чтобы фунт рос, но я понаблюдаю за британцем со стороны. Сейчас хорошо, что есть профит, увеличенная составляющая equity. Надеюсь, вы присоединились к ранее рекомендованной мной сделке. Доллар канадец 1,2125. Еще чуть-чуть, друзья, и мы вообще будем говорить о 6-летних минимумах. Цели 1,20 никуда не делись. Добиваем. Я думаю, что эта неделя и пара доллар-канадец будет там. Новозеландец против доллара тоже растет, как мы и предполагали. Цель 0,73. Остается 30 пунктов. И Dow Jones, друзья. 34,772 пункта. Цель 35 тысяч. Совсем капелька. 200 с небольшим пунктов. И это уже не такая заманчивая сделка, как было, например, несколько месяцев назад, когда мы говорили о индексе Dow Jones на отметке 32 тысячи пунктов. И я фактически вам заявлял, что 35 тысяч уже не за горами. Сейчас все к этому идет. Друзья, хорошее начало недели. Следим за развитием событий. Буду держать вас в курсе. И хорошая торговая неделя. Всем пока. Продолжение следует.